Стать лучшим непросто. Для этого нужно преодолеть не только противника, но и главного соперника – самого себя. В четвертом сезоне бойцовского реалити-шоу сойдутся 18 лучших бойцов. Приготовьтесь к настоящим противостояниям. Без компромиссов. В предыдущей серии «Микс Файтер». Хорошее упражнение мы делали на выносливость. Все, конечно, устали очень сильно. Все выбивали по тысяче. Я бы не удивился, если Алина тоже выбила там тысячи. На мой взгляд, бойцы подготовлены для своего уровня достаточно хорошо. Они на тренировке видно, что работают. Были данные короткие серии, один-два удара, но направлены на силу и агрессию. Так, всем доброе утро. Сейчас пробежим три легких круга. Три легких круга таких, не спеша разоймемся. И пойдем в зал, там будем бороться и работаем на лапах. Такая смешанная работа будет. Поработаем. Именно уже под твинцидуально, под каждого, кому что идет. Вот. Все, давайте. Повернулись. Налево. Побежали. Двусть дорога. Три круга. Три круга, не спеша. Легко, легко, легко. Пошли. Замедляем темп. Все. Замедляем, замедляем, замедляем. Хорошо. Нормально себя чувствуем? Как состояние? Нормально? Да. Все, сейчас идем в зал. Работаем в зале. Поехали. Все. Давай, пошли по матам, доразмялись. Да, растянулись, доразмялись. Давай, пошли, пошли, пошли. Самостоятельно, давайте. Только не стоим, не полакаем, разминаемся. Все. Сейчас такая работа, смотрите. Один просто здесь стоим, один просто наносит прямо сбоку, либо прямо сбоку, ну, любой вряд ли. Второй просто под удар входит, вырвал, поставил. Давайте по очереди. Сейчас дальше. Продолжим, опять движение. Первый номер наносит серию, наносит удар. Второй зачастился, начинает отвечать. Зашли за спину, под ручку, высекли. Понял движение? Давай, поехали. Давайте. Сейчас работа с передней ногой. Отдали переднюю ногу, что работали. Отдали, ну, вот вошел мне в переднюю ногу, Миша, отдал. Сразу вставляем ручку, вставляем, либо сюда уходим, отклоняем, вот, ну, забегаем, не даем ногу. Либо идет, пошел, сразу начинаем выжимать. Таз назад. Убираем таз. Один дает ногу, дал, но не так вы прямо уперлись. Дайте, пора, дайте размяться, прочувствовать. Взяли. Вот. На ножку. Вот, взяли сюда, сюда, Пашка, него сюда. И все, ваша задача, ножку его там мог. Покрутить, Пашка. А вы тух-тух-тух, любой вариацией начинаете убирать, защищаться. Поехали. Все, быстро-быстро-быстро одеваемся. Ром, 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 давай-давай-давай. Сейчас вольная работа. Поехали работать, ты минутки. Поехали. Сейчас встали. Давайте на прессе, поставим минутку. Встали. Давай, Сталин, поехали. В минутку стоим. Постояли минуточку. Встали все? Четко, нервничка. Все, всем спасибо, короче, если кто что не докачал, может всегда работать. Вчера поздно приехал Кенни, наша команда, но не все его видели. Сегодня с утра мы с ним пообщались по поводу боя, который смотрели в кафе. Болели все за него, конечно, переживали. Сегодня я встретился с Кенни, после его боя, он прилетел, я с ним поговорил в холле, попытался поддержать его. Хорошо, что он приехал без травм, то есть в этом бою не травмировался. Я ехал на этот бой побеждать, как и любой боец. Я не хотел бы оправдываться, но это был первый раз, когда я дрался в горах. И воздух был совсем другой. Я никогда ни с чем таким не сталкивался, и это был шок для меня. Но я старался победить, старался изо всех сил, несмотря на то, что не мог дышать. Обычно это занимает два или три дня, чтобы я привел себя в порядок, вернуться к тренировкам, и не смотреть назад на все свои победы и на все поражения, даже не беспокоиться об этом и думать только о следующей победе. И мы победим. Черная команда победит. Каждый из вас победит. Черные войны. По моему мнению, Кенни надо было немного пораньше поехать, потому что так как горы, воздух тяжело, я считаю, что акклиматизация это очень нужная вещь, так как тяжело, видно было по бою, что Кенни в других боях не уставал, как в этом. Ну он устал очень сильно, то есть видно было, что человек не акклиматизировался еще. Тяжело ему дышать там было. Меня приятно удивил его настрой, хоть он и проиграл бой, но он собрался с силами и приехал к нам быть с нами до конца. И мы, наша черная команда, действительно все очень рады этому. Мы победим вместе или проиграем вместе? Хорошо? Черная команда, давайте все сюда. Давно мы этого не делали. Черные войны. Давайте начинать. Начали мы лениво. Это бы и больше подошло к красной команде, потому что в черной ленивых нет. Далее, вся черная команда, все стали просыпаться и тренироваться более усердно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Размялись? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Серд, да. Он очень усердно тренируется, он сосредоточен на том, что ему нужно, на мелочах, он работает над ними и делает свой бойцовский стиль более выдержанным. Он хорошо слушает и отлично двигает головой. Утренняя тренировка была спокойной. Мы пробежались вокруг озера, отработали некоторые ударные комбинации, работали больше на кардио. После этого я с Кенни поработал в стороне, и он показывал свои навыки. У него немного необычный стиль, что касается бокса. Но я думаю, что мне все это очень пригодится в бою. Белорусские массажисты самые хорошие массажисты. Конечно, шо ж он думает. Шамиль Мусаев отдал мне свой выигранный массаж. Он сам не посещает массажи, не ходит, ему, видимо, не нравится это, а я как бы дома и в поездках регулярно, тем более перед боями, стараясь раз в две недели делать массаж, париться, как-то расслабляться в этом плане. Я привык более сильно, чтобы разбивали мышцы, и как бы восстанавливали суставы, снимали нагрузку. В этом массаже я такого не получил, поэтому остался недоволен. Был просто суперский массаж. Я лежал, отдыхал. Моя массажистка старалась, мне очень понравилось. Было супер. Я в восторге просто. Я обязательно еще раз приду сюда, перед боями, загляну как-нибудь. Ребята, всем привет! Привет! Ну что ж, как я вам и обещала, все участники моего конкурса на самый сильный бойцовый удар, который мы проводили в парке аттракционов, отправляются вместе со мной в ресторан. Вы уже сидите за столом. Мне хочется вам всем пожелать приятного аппетита. Но, тем не менее, во время вашего обеда я бы хотела, чтобы соседний столик, каждый из вас по одному подходил ко мне буквально на короткое интервью. И, ребят, я рассчитываю на вашу искренность, поэтому сегодня у нас будет некий обед с откровениями, с дружескими секретами. Можем начинать. Приятного аппетита! И, Паша, давай начнем с тебя. А ты можешь вспомнить какой-нибудь вот самый яркий случай из твоей жизни или, не знаешь, может быть, какое-то воспоминание из детства, когда ты понял, что ты будешь бойцом? Был семейный праздник. Все родственники собрались и начали смотреть старые кассеты. И на всех видео, мне где-то было летом 7-8, может, ну, небольшого возраста, я везде, когда на меня камера наладилась, я везде, ну что, давай побоксируем, давай побоксируем. И, как бы, все, конечно, смеялись. Я этого, ну, не помню, на самом деле, как бы, что я в этом возрасте руки поднимал и собирался боксировать. Агап, какие качества бойца помогают тебе не только в спорте, но и в обычной жизни? Да, во-первых, это, я считаю, все за устремленность, желание добиться своей цели и упорство, как бы, ну, идти к ней, не оглядываясь на какие-то там, какие-то моменты, которыми могут помешать тебе и принести неудачу. Просто идти вперед уверенно, смелее. И, в любом случае, добьешь этой цели. Миш, ну как, ты настроен на откровенную беседу? Да, я всегда откровенный человек. А кто те самые любимые люди, которых ты в первую очередь защищаешь? Это мои родственники, мои близкие, моих в первую очередь защищаю, буду защищать, защищал. А по кому больше всего скучаешь на нашем проекте? По сыну, по супруге, по сыну чуть больше. Ресторан, само общение с Алиной понравилось, приятно, все вкусно было. Драники незабываемые, советую попробовать. Вообще, не только в этом ресторане, а кто в Беларуси будет, попробуйте драники. Вот если бы, например, ты не мог себе позволить заниматься бойцовским спортом, чем бы ты еще хотел заняться? Скорее всего, хотел бы стать врачом, наверное. Хирургом? Да. С детства мечтал стать хирургом. Удивительно и похвально одновременно. А сейчас ты учишься где-то? Да, в правовой академии. То есть сейчас ты учишься по специальности юрист? Да. Здорово. Но при этом ты хочешь быть хирургом. Ну, это как бы мечта детства, да. Есть человек в твоей жизни, решение которого, мнение которого для тебя крайне важно? Жена больше всего, наверное, мы с ней переписываемся, она мне постоянно пишет там, улыбайся, смотрит фотографии. Говорит, что ты грустный. Я говорю, я соскучился, поэтому грустный, думаю о себе. Я чувствую ее любовь, заботу, переживания. Инна, я тебя люблю. Она задала вопрос, как-то перевела вопрос за супругу. А у нас будет юбилей, день свадьбы, 10 лет. Ну, тоже откровенничал ей по этому поводу. Если ты станешь победителем проекта «Микс Файтер» четвертый сезон, кому ты посвятишь свой самый главный бой? Самый главный бой, наверное, тренера покойного Мусалу Аладдинову. Все то, что мы деремся, то, что мы выступаем, это благодаря ему. Он поставил начало как бы нашему клубу «Горец». И все победы мои я посвящаю ему, ну и маме. И все. Это моя первая болезница. Давай представим, после того, как ты победишь в проекте «Микс Файтер» четвертый сезон, ты станешь абсолютным победителем. У тебя будет и гонорар, и призы, и внимание, и восхищение публики, и радость в твоей душе, чувство удовлетворения, что ты прошел этот путь и стал победителем. С кем бы тебе хотелось все это разделить? Кто самые те близкие люди для тебя? Своей семьей, своими друзьями. В первую очередь я бы поехал, бы отдохнул, выбрался бы на природу, на рыбалочку, со своими друзьями, так как я их уже давно не видел, потому что тренируюсь в Сочи, а живу в Воронеже. И я уже соскучился по ним, хочется увидеть их. Вот прямо на камеру пожелай своему отражению в зеркале чего-то, что должно обязательно в твоей жизни произойти. Ты должен стать великим бойцом. Максим, почему некоторые бойцы предпочитают появляться на ринге с каким-то сопровождением в костюмах, с какой-то конкретной музыкой, ну, то есть, знаешь, с таким, с антуражем. А некоторые бойцы более делают так все скромно, ну, то есть, вот самое, что необходимое, и опускают глаза вниз и концентрируются. Ну, каждому, каждый человек, каждый боец по-разному выходит. Кто-то одевается, как хочет, кто-то выходит, просто смотрит в пол, настраивается. Я лично, я поддерживаю, что должен быть настрой. Ты не должен... Быть клоуном? Да, быть клоуном. Показывать себя там, какой ты, какой ты классный, или какой ты плохой, какой ты хороший. То есть, боец, в первую очередь, это боец, а не шоумен? Конечно, вот мой кумир это Федор Емельяний. Мы общались с ней, каждый по очереди. Общались с ней, она задавала нам вопросы личные, можно сказать, на наши личные темы. Я так понимаю, ей понравились наши ответы, потому что она сделала нам комплимент всем. Девушка сделала парням, мужчинам комплимент за откровенность. Я так понимаю, каждый ответил ей на ее поставленные вопросы, ее удовлетворило, и более чем. Ребята, я хочу вам признаться, вы смогли меня удивить, поразить. Я вас благодарю за сегодняшнее наше общение. Спасибо. И, наверное, все самое главное впереди. Всем привет. Сегодня для вас мастер-класс приведет такой легендарный трейнер, как Денис Крювелл. Это основатель такого зала, как Суперпро. Тейнер таких бойцов, как Рико Верховен. Этого человека по праву можно считать одним из лучших тактиков в мире боевых искусств. Встречайте, Денис Крювелл. Привет, парни. Я Денис Краулл из Голландии. И я хочу научить вас кое-чему, что мы делаем в Голландии. Мы будем делать тяжелые упражнения, которыми мы гордимся. Моя команда всегда выигрывает в выносливости. Мы можем иногда проиграть, но только не в выносливости. Этим мы сегодня и будем заниматься. Жалко, что здесь будет не индивидуальная тренировка всем вместе. А так он очень много видит ошибок и подсказывает, когда индивидуально тренирует. Видит, что человеку нужно конкретно. Для начала мы сделаем разминку с некоторыми техническими упражнениями. Когда вы тренируете технику в процессе разминки, а после в процессе самой тренировки вы получаете двойную пользу. Выйдите на татами. Все вместе. Встаем пошире, чтобы у вас было достаточно пространства для движения. Мы начинаем с ведущей ноги. Ноги как стрелки. Одна на 12, другая на 2 часа. Хорошо. Двигайтесь. Полусогните ноги. Вы всегда чувствуете, что ваши ноги полусогнуты. Когда вы сгибаете ноги, ваш вес на передней ноге, на передней части ступни. Это значит, что вы можете реагировать и двигаться, как захотите. Как только перевели вес на пятку, движение закончилось. Подняли руки. И медленно начинаем движение. Два шага вперед, два шага назад. Не оставайтесь в вашей стойке. Сохраняйте давление на ногах. Денис очень правильно сказал, что база – это главное. Главное – это база. Если нет базы, то нет вообще работы. Потому что невозможно, допустим, посадить самолет на голое поле. На голое поле нужен аэродром. Нет аэродрома, той же базы, нет посадочной полосы. Когда мы начали работать, мы начали усердно работать. И старались выжать все из каждого из ребят. И дойти до предела их возможностей. Хорошо. Я считаю, вы бьете правой рукой. Двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. Потом правая рука. Правое плечо не выходит за левое колено. И голова тоже не выходит за левое колено. Многие, проводя удар с правой, делают так. И теряют баланс. Вот, видите? Плечо за линией колена. И обратите внимание на ступни. Сделай еще раз. Смотрите. Пятка наружу, пальцы внутрь. А плечо перед коленом. Такая типичная, стандартная голландская работа. На построение техники тактики выносятся. Три в одном. Три базы, и они все вкладываются в одно. В одно звено. Вот так работают голландцы. Но эта работа также приемлема для всех ударников. Ступня – это руль. Повернете его так. Влево. И пробейте прямой правой. Вам удобно? Нет, да? Потому что ступня – это руль. Когда он стоит прямо, то и удар автоматически получается прямой. Это задает направление. Когда ступня стоит правильно, вам стоит заботиться только о скорости удара и как вернуть руку. Потому что руль уже направил удар в нужном направлении. Я видел много бойцов. Они бьют, но они не знают, куда бьют. Поняли? Если у вас правильная стойка, вы бьете туда, куда надо. Подбородок. В висок. Куда захотите. Хорошо? Отлично. Теперь начинаем. Двигаемся. И делаем правый или левый по моему сигналу. Левый, правый. Смотрите. Шаг. Раз, два. Помните, да? Вы в стойке и делаете по команде так. Это неправильно. Шаг. Раз, два. Отступили. Левый. Левый, правый. Левый. Левый, правый. Опять-выснял он до малейшего, до деталей. Он тренер как бы на высшем уровне, и то есть плохого он ничего не посоветовал, не сказал, всем ребятам понравилось, все были довольны по поводу его тренировки, все было классно. В ММА мало кто делает голландский лоу-кик. Голландский лоу-кик это когда твой вес на передней ноге и удар наносится голенью в бедро. Удар опасный, может сбить с ног. И все мы в Голландии это знаем. Вес на передней ноге, рука вытянута вперед и назад. В стойку. Денис посмотрел на наших ребят и увидев пробелы в технике, он начал давать азы, то что им необходимо, то есть заложить базу. Когда ты во время удара выставляешь руку, это меня отвлекает. Не сюда. Да, теперь я не знаю, как тебя ударить, понимаешь? Хорошо. Да, я учу его. Он начинает понимать. Мне нравятся интенсивные тренировки и мне нравится работать над техникой, над техническими тонкостями, которые делают бой. Интересный подход и он показывал базовые вещи, я не сторонник всяких космических комбинаций, то есть я тоже считаю, что база это самое главное. Все дело в простой работе ногами. Если я правильно стою и делаю такое движение, и я держу голову прямо, то как я могу промахнуться? И главное, чтобы моя рука достигла цели. И сила идет отсюда. Удар идет из всего тела. Видите? Отсюда удар и назад. Удар назад. Хорошо? Это. Это все. Теперь мы будем делать это из движения. Значит, мы двигаемся, и тот, кто ловит ваши удары, делает, что я сейчас. Поднимаю левую, он бьет левую. Поднимаю правую, он бьет правой. Поднимаю обе, он бьет двумя. Видите? Но опять же, мы делаем это медленно. И я чувствую каждый его удар. Встали по два человека и начали. И не надо бить очень сильно. Приучайте себя работать точно в цели. В точном цели. Нашли. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится в наших ребятах, которые сегодня тренируются, огромное трудолюбие и старание. Вот они, хоть у них не все получается, они пытаются продумать, проанализировать каждое движение. Вот это самое главное. Очень полезная тренировка получилась. Единственное, не хватило, наверное, времени на ноги. Больше был акцент на руки, как бокс. Не хватило работы ногами, на мой взгляд. Сейчас начинаем медленно и постепенно начинаем добавлять силу. Осваиваем технику и отрабатываем. Правый хук. Правый апперкот. Правый хук. Левый хук. Левый апперкот. Левый хук. И я буду считать. Раз, два, три. Раз, два, три. Все делаем на мой отсчет. Потом меняемся. И снова. Другая сторона. Раз, правый хук. Два, правый апперкот. Три, правый хук. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Показал много интересного. Передвижение в стойке, работа руками. Много новых фишек. Я многое взял в себе и понял, что как делать. Что главное вообще. Сегодняшняя тренировка была, наверное, для наших ребят идеальной. На мой взгляд. И Денис отработал ее на все сто. Видно класс. Видно именно класс тренера. Тут нет никакого секрета. Это просто. Знаете, в чем суть? Многие думают, что это очень сложно. Но все сложности в мелочах. Ни сальто, ни удар с разворота, или что-то такое. Что такое хороший удар? Почему кто-то попадает, а по нему нет? Потому что он чувствует эти два сантиметра. Лучшие бойцы уделяют внимание деталям. Маленьким деталям. Ты можешь быть лучшим в мире бойцом по технике. Но если у тебя нет духа, кто ты? Разделяйте эти вещи. Тренируйте технику, тренируйте дух, тренируйте координацию. Шаг за шагом. Так ваше тело и мозг впитают больше. Хорошо, ребят. На сегодня все. Спасибо вам. Деннис, для вас маленький подарок. Спасибо большое. Это вам футболка на память об этой замечательной тренировке. Да, спасибо большое. И поаплодируйте себе. Снимайте перчатки. На сегодня все. Так, ребята, мы сегодня собрались с такому поводу, что у нас в команде одного из наших спортсменов, друга Дмитрия у нас в ладзе рождения. Давайте его поздравим. Спасибо, Леша, что напомнил. Спасибо. Дима, я хочу тебе сказать, что сегодня с тобой собрались друзья, участники реалити-шоу. Возможно, тебе звонят все близкие, тебя поздравляют. Но 30 лет — это такой день рождения, когда можно уже оглянуться назад и чем-то гордиться. А самое главное, у тебя есть тот необходимый опыт, которым ты будешь пользоваться в будущем. Мы с тобой тренировались в одном зале. Многие младшие ребята, ну и не младшие, смотрели на тебя как на одного из парниц, которого можно взять пример, как минимум в спорте. Продолжай в том же духе, и ты добьешься успеха. Чтобы у тебя больше было детей. Ты хороший человек, и я был рад с тобой пообщаться, познакомиться. Здоровья тебе, кучу денег. Остальное все будет. Было много сказано, так, ну, вот, все сказано. Я хочу только сказать такое, знаешь, что вот, как бы не сложилась твоя карьера, ну, станешь ты чемпионом, не будешь чемпионом, да, ну, главное — остаться человеком до конца в жизни. И, знаешь, есть такое выражение, вот, что сказать, что чемпионов много, а людей мало. Надо просто быть человеком всегда, и с оптимизмом по жизни идти. Вот, все будет нормально. Спасибо. Спасибо. Этим утром у тебя была тренировка с твоей командой. Что ты думаешь о всех бойцах? Или, может быть, ты можешь кого-то выделить, пару человек, и что-то о них сказать? Сегодня была первая тренировка с ребятами, как я вернулся. На тренировке он был очень сосредоточен и твердо знал, что ему нужно делать. Это парень из Сербии. Все было вполне приемлемо для первого дня, как я вернулся. И я мог посмотреть, как работает тренер и капитан в АГАП, как они проводят тренировку. Из черной команды мы можем выделить только всего одного человека. Это Владимира Ювановича, нашего бойца из Сербии, который получает плюс 5 баллов за свое старание и сфокусированность в тренировочном процессе. Итак, сегодня у нас вечерний мастер-класс был с Деннисом Криволом. Это известным тренером из Голландии. Он является, скажем, его считают одним из лучших тактиков мира по видеоборствам. Ну и тут я бы хотел отметить такой нюанс, что ребята, они работали между собой все, но и то, что мы с Кенни тоже взяли перчатки, ну, вместе работали, были в тренировочном процессе, полноценно тренировались. И я заметил ребят, которые непосредственно хотели научиться чему-то еще более и которые пытались стать с нами ими непосредственно с наставниками в пару, постоять. Это ребятам только плюс. Вот, тут я бы хотел отметить таких ребят, как Грача Базиньян, который постоянно смотрел в мою сторону, позову ли его или нет, Максим Гробович, потом Владимир Юванович и Артур Дебулатов. Они непосредственно менялись со мной с Кенни и всю тренировку практически работали с нами. Кенни, как ты думаешь, Это нормально или даже хорошо, что во время тренировки бойцы из твоей команды занимались с Алексеем Кудином и работали с ним? Конечно, это не проблема. Ведь технически мы все профессионалы, и у нас нет никаких особых правил касаемо тренировок. Это хорошо, что бойцы общаются, вместе тренируются, а потом встречаются на ринге. Это воспитывает в них уважение друг к другу и чем-то помогает. Они видят, что они готовы против друг друга противопоставить. Они знают, к чему готовиться, видят свои сильные и слабые стороны, и они понимают, над чем им надо работать. Перед тем, как мы начали тренироваться, они знали, что им надо будет драться, но не знали, с кем именно. И все тренировались вместе, потому что мы все профессионалы. Это то, что мы делаем. Мы тренируемся, сражаемся и потом пьем воду из одной бутылки. Хотела поделиться с вами своими эмоциями. Вы знаете, в тот момент, когда ребята ужинали, мы разговаривали с бойцами, с каждым индивидуально, и меня невероятно поразила их искренность, их откровенность. Они отвечали абсолютно на все вопросы, которые я им задавала. И все, что я услышала от наших бойцов, это вызывает безграничное восхищение. Я поняла, что за этот ужин я стала к ним еще больше присматриваться, прислушиваться и даже в какой-то степени восхищаться. Алина пригласила нас с ребятами на концерт в клуб «Дозерин». Правда, к боему готовиться надо было, но все равно мы поехали с большим удовольствием. Меня зовут Александр Даля Фария. Я практикую джиу-джитсу более 20 лет. Сегодня у нас некомандное соревнование. Победитель сегодня на полосе препятствий будет только один. Путь победы состоит из множества ступеней. Главное – движение вперед. В четвертом сезоне «Реалити Микс Файтер» бойцы сделают большой шаг. Редактор субтитров А.Семкин